26 августа 1812 года состоялось кровопролитное Бородинское сражение. Здесь останавливался сначала Кутузов, затем Наполеон. Усадьба Большие Веземы и Отечественная война 1812 года. Очередная встреча юных краеведов посвящена Дню Защитника Отечества. В роли экскурсовода 11-летний Александр. Мы в Москву приезжаем, родители, давай, полуно-парк всякий, развлекательный. Нет, я говорю, я в музей хочу, пока они там ходят и скучают. Я там уже все рассматриваю. В общем, вот так вот и получается. То есть мне нравится это. Бабушка – знаток истории Крыма, тетя – экскурсовод. И Саша решил от них не отставать. В клуб юных краеведов пришел сам, как только узнал о его появлении. И не пожалел, ведь здесь нет скучных уроков. Главное, что не как в школе. То есть ты сидишь, делаешь, что тебе говорят. А тут ты и узнаешь что-то новое, и в позе развлекательного. То есть реально очень интересно. Это и была главная цель организаторов клуба – отказаться от формата уроков. Исторический материал преподносить интересно и творчески, тем более, что атмосфера в усадьбе располагает. Встречи посвящают историческим датам. Впрочем, не всегда они проходят в стенах музея. У нас были раскопки, которые возобновятся. С настоящим археологом они находили предметы. Потом историк рассказывал, что это за предметы. Ну, то есть, понимаете, происходит какое-то действие, и в то же время мы учимся. Теперь краеведы с нетерпением ждут весны. В планах походы по Пушкинской тропе, продолжение раскопок. И, конечно, участие в мероприятиях музея. Но самое главное – уже летом юные краеведы дебютируют в качестве экскурсоводов. Евгения Августина, Эмилия Аракелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».